Привет, ты на канале Прогавты. Сегодня у нас новая рубрика «Бизнес-тест-драйв», где наши гости за рулем автомобиля рассказывают о своих бизнесах и социальных проектах. Сегодня пилотирует наш автомобиль Наталья Подоба, организатор торговой марки Подоба, сервис по доставке правильного питания. Привет, Наталья! Привет! Поехали? Поехали! Доставка питания в мегаполисе сегодня очень популярная услуга. И я понимаю этих людей, потому что я сама у себя заказываю. Времени мало, и его очень много тратится на дорогу, на перемещение, да, и очень мало остается для семьи. И, соответственно, да, работы много. И мы постоянно расширяемся. Вот, например, недавно переехали в новое помещение, куда мы сейчас, собственно, едем, потому что нам перестало хватать наших площадей. В Киеве очень много компаний, которые занимаются вот такими вот услугами, так же, как и я. То есть конкуренция довольно высокая. И еще каждый день появляются все новые и новые компании, они просто как грибы. И в основном все занимаются, позиционируют себя как доставку именно полезной еды. Конечно же, очень много ресторанов, которые тоже пытаются специализироваться на полезном питании. Но я считаю, что у нас есть все-таки преимущество, потому что мы занимаемся только этим и больше ничем. На самом деле, недостаточно просто назвать себя правильным питанием, да, и сразу же там набирать заказы. Потому что очень просто проверить. У людей либо есть результаты, либо нет результатов. Если человек очень долго у тебя питается, он здоров, потому что бывают такие случаи, когда, ну, просто проблема у человека с эндокринологией, например, да, возможно, как бы стоит обратиться к врачу. Но если человек здоров, он тренируется, и он ест там в какой-то компании у меня или еще у кого-либо, да, очень долго результатов нет, ну, значит, что-то в датском королевстве не то. Бывает такое, что человек ест где-то еще, но считает, что для того, чтобы, например, опять же, похудеть, да, ему достаточно просто заказывать у нас еду. Приходится вести просветительскую деятельность и рассказывать, что нет, недостаточно вот просто заказывать у нас еду. Нужно обязательно соблюдать режим, нужно не есть больше ничего, кроме той еды, которая входит, скажем, в калорийность, которая нужна человеку, а пить необходимое количество воды, чтобы все это правильно переваривалось, усваивалось, в конце концов. Достаточно спать, двигаться, ну, и тогда, конечно, результат себя ждать не заставит. С названием получилось у меня очень смешно, то есть у меня компания, названная моей фамилией, многие, кстати, удивляются, да, потому что у меня хорошая звучная фамилия, она легко запоминается, она очень просто пишется, домик был свободен, и это хорошее украинское слово. Но, конечно, я понимала все риски, да, когда я называла компанию своим именем, потому что любая фигня, которая происходит на кухне, любой недовольный клиент – это минус вот лично мне. И иногда с этим тяжело жить, потому что вот буквально недавно у нас был неприятный случай, не первый, и я думаю, что не последний, я уже научилась к ним более-менее спокойно относиться. Но я понимаю, что это вот человек, когда услышать мою фамилию, да, я представлюсь, например, где-то мы встретимся, подумать, а, да-да-да-да-да, а это жена вот, у которой там вот это вот. Вот это вот бывает нескольких видов. Первое, менеджер по клиентам просто провтыкала, и мы не привезли человеку заказ в тот день, когда он его ждал. То есть, допустим, какие-то провтыки с доставкой со стороны клиент-менеджера, потом может быть на кухне какая-то ерунда. То есть, например, человек не ест болгарский перец, да, мы это обговаривали, когда принимали заказ, а и тут ему привозят сала с болгарским перцем, потому что на кухне просто провтыкали. Ну, вот так вот. Доставка наша начинается с 6 утра. Наши водители получают накануне маршрутный лист, где мы бьем все адреса по районам, как-то пытаемся их группировать. Вот человек, клиент, когда заходит к нам на сайт, он оформляет заказ, да, он выбирает часовый диапазон. То есть говорит, что мне, допустим, удобно принять там вас с 7 до 8, или с 7.30 до 8.30, или с 6 до 7. Мы очень благодарны тем людям, которые согласны принимать комплекты в 6 утра. И таких клиентов довольно много, потому что ЗОЖ, то бишь здоровый образ жизни, становится все более популярным, и он включает в себя не только еду, но и спорт. И люди начинают ходить в зал рано-рано утром. И это все как бы идет в комплексе. Каждый комплект находится в термосумке с хладоэлементами. Это, кстати, очень удобно для автомобилистов, потому что ты можешь возить с собой в багажнике холодильничек с едой, по сути. Термосумка остается у клиента на целый день. Он может взять ее с собой, возить в багажнике, там, ходить с ней куда-то, куда ему удобно. На следующий день к нам возвращается пустая сумка, а клиенту отдается полная сумка. Услуги достаточно дорогие. Почему? Потому что вообще организовать такого рода доставку, да, такого рода услуги, это довольно дорого. Помимо сумок, которые мы как бы уже говорили, да, о том, что клиенты получают сумки. Сумки – это самая небольшая, ну, одна из самых небольших, наверное, затрат. Вот. Самое главное – это, конечно же, своя кухня, производство, да, персонал и, естественно, доставка. Доставка очень дорогая, учитывая состояние наших дорог. Это напрямую влияет на стоимость доставки, чтобы там люди как бы не думали. Доставка у нас по Киеву и по некоторым пунктам Киевской области. Вот, к сожалению, я пока вынуждена не принимать заказы в городах-спутниках, в Борисполе и Барбарах, с левого берега. Потому что доставка получается просто золотой. Мне получается, что мне нужно персонального, вот, отдельного водителя отправлять по одному адресу. Самые большие затраты – это организовать производство, то есть кухню. Допустим, у меня сейчас помещение 140 квадратов, да, где я сделала полностью ремонт. По стандартам, то есть я его оборудовала для пищевого производства. Само оборудование очень дорогое, конечно. Ну и плюс, я считаю, что нельзя экономить на персонале. Персонал должен быть отдохнувшим. То есть у нас нет смен по 12-14 часов. Повара работают 8 часов. 9 часов – это вместе с часом отдыха, который, как бы, в течение дня распределяется, да. И я считаю, что это позволяет снижать количество ошибок. Изначально, когда мы только открылись, мы заказали опытному технологу, который специализируется в диетическом питании, большой список блюд, 150 проработок человек сделал. Сели с диетологом, с Линой Вертагус, и выбрали то, что нам, как бы, вот хорошо подходит, да. Потом я придумала такую систему, которая очень сильно упростила нам работу. Как мы работали с Линой? Лина составляла меню и на бумажке, ну, в Варде, вот, писала там, что, вот, допустим, для рациона на 1200 калорийность нужно, там, 200 грамм вот этого блюда, там, 300 грамм такого-то блюда на обед, ну, и так далее, да. То есть расписывала, как бы, что человек должен есть. Я эту систему немножко изменила. Каким образом? У каждого блюда есть 4 главные характеристики, 4 параметра. Это калорийность, естественно, белки, жиры и углевод. Эти 4 параметра всех блюд выписаны в отдельную таблицу. Простой Excel с помощью формул позволяет нам, допустим, менять вес блюд и смотреть, как меняются общие параметры рациона дневного. И вот эта вся возня с ручным каким-то назначением, она вот просто исчезла фактически. В этом завтрак у нас бывает либо белковый, да, либо углеводный. То есть это либо омлеты и какие-либо мясные, например, блюда, либо каша, выпечка и прочие углеводы. Ну, творог еще, белковый завтрак идет, да. Мы знаем, что стандартно у нас на ланч идет какой-либо десерт, ну, или питьевой йогурт для тех, у кого совсем маленькая калорийность, да. Обед мы примерно знаем, что это должно быть мясное блюдо, да, и гарнир, либо овощи. Салат идет на полдник, и ужин – это белок или углевод, как бы, зависит от дня. То есть у нас есть общее меню. Мы видим его показатели. Мы видим, что там процентом соотношения белков 40, жиров 30, углеводов остальное, да. Видим, окей, все, эти блюда становятся. Теперь будем менять их вес, чтобы понять, сколько их нужно дать человеку, который, допустим, заказал рацион на 1400 калорий. Меняем вес, смотрим, ага, калорийность получилась, но, допустим, там по жирам немножко перебор. Окей, тогда мы ему заменим какое-то жирное блюдо. И таким вот образом, просто уже на третий год работы, ты уже даже инстинктивно знаешь, как бы, какие блюда нужно ставить кому-то. Мы в первую очередь помогаем клиентам не только там похудеть, да, или поменять как-то привычки питания, но в первую очередь человек покупает у нас время. Время и свободу. Со временем стандартные люди перестанут делать дома стандартные кухни. То есть перестанут покупать дорогое оборудование, все мы знаем, да, сколько стоит погонный метр хорошей кухни, вот. Будут делать небольшие просто обеденные уголки и заказывать еду в службах, в моей службе или в таких же службах, как у меня. Одни из самых благодарных наших клиенток, вот, которые вписываются в категорию тех людей, которые покупают время, да, это жены, которые заказывают своим мужьям еду. Было очень интересно. Ко мне обратился мой одноклассник в плане питания, то есть мы его кормим, а с женой я не была знакома. Мы познакомились в одном чатике, где вместе проходили курс построения личного бренда. Вот. И там участники переговаривались, и жена моего одноклассника, Саша, пишет, ой, типа, рада с тобой познакомиться. Говорю, да, Саша, очень приятно. Говорю, я буду тебе руки целовать при встрече. Говорю, да ты что? Говорю, да, потому что ты избавила меня от вот этой возни. И один из самых популярных наших комплектов, это большой комплект мужской, я называю его еда мужская 2 килограмма. Что вот утром муж получил свою сумочку, да, и все, его жена спокойна. Как бы она знает, что она может не париться, ей не нужно думать ни что приготовить, ни где это взять, ни как вот оптимизировать готовку таким образом, чтобы еще как-то осталось время на себя. Учитывая то, что я полтора года работала клиент-менеджером сама, то есть у меня не было возможности взять отдельного человека на эту позицию, я всегда себя ставила вот на место того человека, который мне пишет, да. Поняла, что забота о клиентах, в первую очередь, это быть на связи. Бывало такое, что мне звонила клиентка в 5 утра, точнее писала она, мне не звонила, она писала. Я понимала, что это она не со зла, потому что человек работает администратором в ночном ресторане. То есть у нее нет другой возможности как-то вот там что-то обговорить, да, когда резко поменялись планы. То есть быть на связи, это забота о клиентах. И слушать. Одна из наших ценностей, которую я там стараюсь как-то донести, это то, что мы реально паримся. Что касается качества. Когда передо мной стоит выбор, инвестировать или забрать себе, я инвестирую. И в первую очередь это сказывается на качестве. Клиент всегда прав, если это клиент. Если это не клиент, он не прав. Вот я приведу один конкретный пример. Вот нам звонит человек и хочет сделать заказ. Конечно. Он говорит, ну сначала я хочу прийти на вашу кухню посмотреть. Я говорю, нет. Мы можем провести прямой эфир в Айбере, мы можем фотографии прислать. Нет, фотографии меня не устраивают, можно снять все, что угодно сейчас. Я хочу сам лично приехать и посмотреть. Я не пущу человека на свою кухню. Просто так с улицы. Во-первых, я не знаю, кто это. Может быть, это мой конкурент, который хочет принести место филокок. Вот. Или просто. И этот человек начал кричать, что я клиент, я всегда прав. Нет. Есть правила. То есть даже люди, которые привозят на продукты наши поставщики, они не проходят дальше при коже. Потому что мы должны знать, кто у нас на кухне работает. У них есть санитарные книжки. То есть мы как бы берем, сдаем анализы со столов, смывы с рук и так далее. То есть мы следим за тем, что происходит на нашей кухне. И такие требования, когда клиент всегда прав, нет, они не проходят. Мы уже потихонечку подъезжаем к моей кухне. Вы меня так прекрасно покатали на такой прекрасной машине, что мне хочется, конечно же, отблагодарить ваших подписчиков и подарить 10% скидки на первый заказ. Нужно менеджеру, который примет заказ, нужно сказать слово, промокод «Шкода». И по этому промокоду будет скидка на первый заказ. Машина прекрасная. Ссылку на сайт вы можете найти в описании к этому видео. Ставьте лайк к видео, подписывайтесь на страницу про ГАВТО. Если у вас есть какие-то вопросы к Наталье, какие-то пожелания по меню, по заказам, по доставкам, пишите в комментариях к этому видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok